Солхоз Полтора часа осталось до концерта. Вы обычно волнуетесь перед концертом или журналисты вечно отвлекают, не дают волноваться? Волнение всегда происходит. У всех артистов. И я не исключение. Ну, уже, конечно, не то, как было в начале. Такое легкое, слегка. А после концертов как расслабляетесь? Ну, сегодня будем очень хорошо расслабляться. Сразу в автобус и славный город Чебоксар. Всю ночь просидим часов до шести утра в автобусе, потом будем спать. Там тоже концерты? Да. Ну, опять, как сегодня. До трех проспим, поедем на эфир. У вас плотный гастрольный график? Да, пока сейчас идет до девятого числа. А как вы отдыхаете? Где вы обычно свой отпуск проводите? А у меня нету отпуска. Потому что я нигде не работаю. Я зарабатываю на жизнь своей продукцией. И вообще никогда не отдыхаете, никуда не ездите? Ну, много семейных проблем, во-первых. И по работе много проблем. Моя работа – это студия, записывать альбом, сочинять его, ранжировать. И сделать хорошую продукцию. Допустим, когда ваше творчество не будет приносить вам денег, чем вы будете заниматься? Или вообще чем бы вы занимались, это бы вы не пели? Буду пели до упора. А деньги зарабатывать тогда каким образом? Ну, мне кажется, что моя музыка будет хаваться. Если мы 10 лет продержались на том же уровне, то есть мы не падаем. Даже наоборот, ну, бывает поднятие. Вот последний альбом, например, по студии «Союз», он по самому основному занял второе место после сборника. На первом сборнике был «Союз», 19-го. А мы там, ну, практически как группа, мы на первом месте. Так что по раскупаемости у нас все в порядке. Я думаю, так это будет. Главное – делать песни хорошие, чтобы нравились. А жена с вами есть в гастроли? Нет. Никогда? Нет. На гастроли уже обычно бывает очень много соблазнов всяких. И как вы верны мужу, а поклонницы всякие, наверное, подстерегает. Ну, артистическая жизнь довольно сложная. Поэтому достаточно прочитать интервью с самыми популярными артистами. Вот как я читаю, то у всех все одно и то же. Я, может быть, тоже не исключен. А жена как к этому относится? Или она уже привыкла? У меня просто сейчас дети. Жена сидит дома. В основном я живу дома. И в Москве я работаю. Практически полное время провожу или в Москве, или в гастроли. Ей, конечно, трудно. Ну, что поделать. Откажутся от славы этого и идти на завод. Это невозможно. Никто на это не пойдет. Никогда. Понятно. Кто-то из великих сказал, что в мире есть три наркотика. Это секс, деньги и власть. Вам что из этих трех ближе? Секс и деньги. Но деньги на первом месте. Понятно. В политику никогда не хотелось? Нет. Я не люблю этих. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДОРОГОЕ! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДОРОГОЕ! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 А вообще в гастролях, когда вы контракты какие-то подписываете, у вас много каких-то таких условий? Допустим, Киркоров требует чайку себе к самолету. Вообще привередливый человек? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нет, я совсем не привередливый, поэтому часто находимся в очень неудобных условиях. Но такова гастрольная жизнь. У Киркоров своей при бомбасов. Он и стоит дороже, он растущен, это искусственная суперзвезда. Но у нас другой план, потому что мы чисто народные. Потому что по раскупаемости мы убираем Киркорова в 100 раз даже. А по эфирам он нас убирает, то есть послали. Потому что как делать суперзвезды, это уже всем ясно. Это навязывает человеку и он, эфирами и все. А песни практически не суперские, чтобы от них так... Поэтому они мало покупаются. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СДЕЛАННОМ 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 ЯЗЫКЕ Все в жизни перевертывается. Я свою жизнь могу поделить на две части. До сектора газа и после. Это совершенно две разные жизни. И от этой жизни отказаться, я думаю, отказаться ни в состоянии ни один человека нет. У вас музыкальное образование? Нет, у меня это средний. Это просто спонтанно пришло. В Воронеже открылся рок-клуб. И стали выходить молодые группы исполнять песни. Там про мир, мытье. Это меня просто подзаело. Я с детства не любил нужную и детскую музыку. Я с детства слушал Rolling Stones, Creedence, Beatles, Slate. Благодаря своим старшим братьям. Вот. И мне захотелось выйти и дать гарри. Вот я вышел и дам. Ябу, ябу, взял я на халяву. Всем местным антиклистам, мопедистам, пешеходам посвящается песня из трех букв. Ява! Мне на днях исполнило шестнадцать лет. Так хотел я, ну, калёсты, дранту летел. Я с вами, я не подошел, сказал, купить. Мне наяву, ты лимончик прогадали. Мой папаша был хронический алкаш. Но на счастье на него напала плаш. Он в квартире себе в утру кипа собрал. И на три лимона он посуду сдал. Но ябу, ябу, взял я на халяву.